Слушайте, вот вы слышали, да, что 76-я дивизия, она практически вся погибла там на 90% в Украине? Вы знаете, как бы там ни было, мы наших ребят будем ждать. Откуда? Оттуда не возвращаются из-под земли. Вы уже дождались, в чёрных пакетах они прибыли уже. Ты его не слушай. Знаешь, ты его не слушай. Это человек, который наводит суету. Подожди, как понять, не слушай? У неё что, парень там ушёл, что ли? Я ушла туда, на Украину. Серьёзно говорю, там они, ребят, сопротивляются. И вот такие вот люди, как вот этот человек, как бы представлять, что он из Калифорнии... Я могу вам доказать, что я из Калифорнии, я честно говорю. Нам не нужно ничего доказывать. Вы хоть на Москингесе побудете. Оставляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я из Калифорнии, а вы откуда? Мы из России. А город какой у вас? Или область? Город Псков. Псков. Ничего себе, я служил в Пскове. Семь-чистая дивизия, ВДВ. У нас здесь. Совершенно верно. Знаете, где Опочки? Знаю. Конечно. Там не была, но я из самого Пскова. Я была в Великих Луках, потом Порхов, город. А Почки, да, ну просто не довелось. Неважно, да, это не имеет значения. Слушайте, вот вы слышали, да, что 76-я дивизия, она практически вся погибла там на 90% в Украине. Вы знаете, как бы там ни было, мы наших ребят будем ждать. Откуда? Оттуда не возвращаются из-под земли. Вы уже дождались, в черных пакетах они прибыли уже. Ты его не слушай. Знаешь, ты его не слушай. Это человек, который наводит суету. Подожди, как понять не слушай? У нее что, парень там ушел, что ли? Когда ушла туда, на Украину, это серьезно говорю. Там они, ребят, сопротивляются. И вот такие вот люди, как вот этот человек, как бы представляете, что он из Калифорнии. Я могу вам доказать, что я из Калифорнии, я честно говорю. Нам не нужно ничего доказывать. Вы хоть там и с Кингисе побудете. Нам без разницы. Просто смотрите, остатки 76-й дивизии. Слушай, а у тебя парень или кто? У тебя муж, жених, да, служат? Какая тебе разница? В этой дивизии. Я же не с тобой говорю, а с девочкой сейчас. Муж. Слушай, он служит в 76-й именно. Что ты ей подскажешь? Она взрослый человек. Я хочу с ней серьезно поговорить, ты начинаешь... Слушай, ну он сейчас не под Херсоном. Его забрали. Он служит. Нет, я понимаю. Его сейчас по мобилизации забрали. Он был до этого военный. По мобилизации. Просто я знаю, что позабирали людей многих, которыми восполнили именно 76-ю дивизию. Их отправили под Херсон туда. Если он там, это плохо. Плохо дело обстоит. У него шансов... А? У него плохо. Что? Что? Мне не будем ничего говорить. Хорошо, давай. Давай я сейчас отвечу человеку. Вам легче от того, что вы делаете больно? Наоборот. Я хочу ее успокоить. Смотри, я хочу ее успокоить. Если у нее муж не под Херсоном, да? Не под Херсоном. А где-то в другом месте. А если он под Херсоном, то шансов вернуться у него мало. Он или в плен попадет... Все, 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 подожди. Что? Вот смотри, у вас есть там из... Откуда вы там? Квалифорния? Что там у вас? Квалифорния? Калифорния. Это штат. Это штат США. А, действительно. Вот смотрите. Я знаю, что такое Калифорния и какой-то штат Америки. Какой? Допустим. Не будем углубляться. Я знаю историю своей страны, России. Начнем с того. Вы сидите здесь, самоутверждаетесь. За счет... Допустим, мы зашли в чат рулетку. Вы видите, из России сидит девушка, которая ждет своего мужчину. Вы здесь самоутверждаетесь. Вы что, инвалид, блядь? Что? Вам чего-то не хватает? Вам хорошо? Хорошо, вы можете без мата разговаривать? Я умею. Я же нормально хотел поговорить. Чего вы? Вы не можете говорить нормально. Вы давите на больное. Дай девушке сказать. Пусть она скажет. Я не слышу ее. Знаете что? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир меня зовут. Владимир. Я очень рада, что вас зовут Владимир. Меня сына зовут Владимир. А ты кем приходишься этой девушке? Я ее сестра. Сестра что? Она сама не умеет разговаривать? Ты как мама, да? Она умеет разговаривать. Но суть в том, что вы сейчас перегибаете палку. Вы говорите о том, чего бы не нужно говорить. Вы не даете слов поддержки. Вы давите на больное. Почему? Я могу ее поддержать? Послушайте, между прочим, очень хорошего нашего исполнителя. Виктора Цоя. Я знаю. Я его хорошо знаю. Слушай, давай я к ней обращусь. Я ее поддержу. Я скажу ей, что делать. Ты не поддержишь ее. Ты уже, блин. Я серьезно тебе, клянусь, поддержу. Я же хотел ее поддержать. Ты же мне не даешь. Чем ты поддержаешь? То есть с Херсона никто не возвращается? Ну, а что, он под Херсоном, что ли? Да какая разница? Где он? О, так нет. Это если он под Херсоном, это одно. Если нет, это другое. А зачем так обобщать? Я не обобщаю. Я хотел наоборот. Давай я ей что-то хочу сказать. Можно? Я ей сказать, нет? Ты не даешь ей слово, да? Ты нагоняешься. На, говори. Смотри, как тебя зовут? Яна. Яна? Яна, слушай. Значит, есть такой сайт. Я тебе расскажу просто. Ты же хочешь мужа живым получить, да? Я тоже хочу, чтобы ты его получила живым. Я тебе честно говорю. Есть такой сайт, называется «Вернись живым». Если ты на него зайдешь, вернись живым, там есть телефоны. Скинь его своему мужу. Поэтому телефону он звонит, и ему рассказывают, как сдаться в плен в Украине. Он останется живым. Иначе его убьют, и он приедет в черном мешке. Это в лучшем случае. Понимаешь? В лучшем случае он приедет в черном мешке. А в худшем его будут свиньи жрать. Его будут жрать свиньи и собаки на территории Украины. Ну, а как? Я правду говорю. Я не хочу никого пугать. Но я хочу, чтобы люди знали, чьи родственники, мужья, воюют, дети в Украине, что у них не так много выбора, что большинство из них умрет. И чем раньше это начнут понимать их родственники, и начнут бить в набат, тем быстрее и с лучшим итогом это закончится. И это не жестокость, наоборот. Я ей подсказал способ, как сделать так, чтобы ее муж остался жив. Потому что мне ее по-человечески реально жалко, если она на что-то рассчитывая в этой жизни, если она останется вдовой, ну, как бы по глупости, если она умышленно и поддерживает своего мужа, тогда, конечно, мне ее не жалко абсолютно. Если она поддерживает то, что делает ее муж, мне не жалко ее. Если ее мужа забрали насильно, да, а это, ну, в России сейчас случается на постоянной основе, тогда я просто подсказываю, что нужно делать. вот и все. Это очень просто. Это не имеет никакого отношения к жестокости там и так далее. Что вы думаете по этому поводу, напишите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок